Продолжение следует... Коннора похож на подготовку военнослужащего специального назначения. Тренерский штаб готовит Коннора Макгрегора на стопроцентную готовность справиться с прошлым поражением. Это очень важно для бойца и его будущей карьеры. Сам реванш уже превзошел все ожидания болельщиков. Со слов действующего чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса, повторный бой Макгрегора и Диаса принесет каждому из них столько денег, сколько чемпиону не заработать за три титульных схватки. После продажи организации UFC китайской компании, Коннор Макгрегор рассчитывает на некоторые привилегии внутри компании. Может быть эти заявления каким-то образом влияют на уровень гонорара бойца. И по сути его заявления не беспочвены. Непонятным остается уверенность Коннора Макгрегора в проведении после реванша третьей встречи с Нейтом Диасом. Наверное, проигрыш существенно повлиял на Коннора, которому одной победы над обидчиком будет мало. И в планах победить его дважды, тем самым закрепив результат на 100%. В свою очередь, Нейт Диас видит Макгрегора главным проектом, созданным UFC. Тайный заговор ребят из UFC с Макгрегором будоражит Диаса на протяжении всего периода подготовки к реваншу. Нейт Диас готовит всех к сенсации. Второе подряд поражение Макгрегора, что по его словам разрушит все бизнес-планы UFC. Стоит особо подчеркнуть такой момент, что перед первой встречей Макгрегора и Диаса, последний провел неполный тренировочный лагерь перед поединком. Что является, в свою очередь, немаловажным фактором перед реваншем двух бойцов. Другим аспектом, доказывающим недалекие отношения Макгрегора с UFC, является факт приобретения части UFC последним. Планы Коннора вложить свои деньги в UFC уже предварительно обговорены с его руководством и будут иметь не последнюю роль в формировании уровня гонорара бойца. 22 миллиона долларов, заработанных Макгрегором за год, делают его самым высокооплачиваемым бойцом MMA. Раскрутка боя предполагает активное участие бойца во всевозможных СМИ-проектах, чего категорически не желает сам Макгрегор и считает треп с журналистами пустой тратой времени. Со слов Коннора Макгрегора, реванш пройдет по совершенно другому сценарию. Коннор Макгрегор идет в лобанг, главный сын UFC может своим проигрышем в реванше нанести колоссальные убытки для UFC в будущем. Не стоит забывать о немного потускневшем за последнее время возможном супербое Макгрегора с Майвезером-младшим. Бизнес-тактике Майвезера нужно легендарное имя в качестве соперника. Продолжение следует...